Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Талдот. Четверг. Вы знаете, сегодня опять все тот же коронавирус, все те же болезни. Они властвуют сегодня над ситуацией в мире. Жизнь построена на этом сегодня. Все, работа, транспорт, все подстраивается под новую ситуацию. Но когда с человеком что-то происходит, он должен подумать, почему Бог послал на землю именно это. Почему? Чего он хочет нас научить? Что он делает? Хотя бы немножко подумать. Хотя бы немножко остановиться. Вообще, человеку полезно иногда притормаживать. Я не знаю, может быть, потому что человек, когда здоров, он чувствует нормально, он уделяет мало внимания чудесам человеческого тела, разума, происходящему в мире. Все кажется ему естественным. Ну, а что такого? Я вчера жил и сегодня живу. Ничего такого нет. А на самом деле, это еще очень большое чудо. И не зря мы утром читаем молитву о том, что спасибо, что вернул мне жизнь. Потому что очень многим ведь не вернул, а все считают, что это нормально. Поэтому надо понимать, что хорошее здоровье, вообще здоровье, это дар Божий. И только когда человек заболевает, он начинает сознательно, ну, хоть чуть-чуть думать, или понимать, что он в руках. Наверху они вот так вот, все в его руках. Вы знаете, мы проводим большую часть своей жизни в гонке, постоянно пытаемся достичь чего-то, постоянно с чем-то гонимся. Ведь нам надо так много успеть, а времени мало. Поэтому нас расстраивают какие-то остановки, какие-то, вот, которые заставляют нас тормознуть. Но это бесценный дар Творца. Это тоже бесценный дар Творца. То есть возможность остановиться, осмотреться, понять, куда мы бежим. За всей нашей занятостью, за всеми нашими важными делами мы забываем, что наша жизнь в этом мире это дело временное. И когда-то она заканчивается. И вот любые моменты, вот эти задержки, которые нам посылаются сверху, они выталкивают нас в другую реальность. То, что нас иногда раздражает, оказывается, может, и это самые важные моменты в жизни. Жизнь полна трудностей, испытаний. Мы склонны думать о ней, как от гонки с препятствием. Я перепрыгиваю через одно, бегу к следующему. Мы решаем один вызов, потом противостоим следующему. Но многие из наших проблем вообще не могут быть решены. Они никуда не деваются, просто надо научиться с ними жить. Если хотите управлять ими, потому что так построена жизнь. Возможность роста заключается не в поиске решения иногда. А в обретении мужества жить в такой ситуации. Из одного в день такое тоже бывает. Вообще, многие люди тратят, особенно юные годы, не обретая ничего для души. Зато приятно проводя время. Они знают, что жизнь не вечно, понимают, может быть, что-то. И даже понимают, что у души есть будущая жизнь. Но убеждают себя, что у них достаточно времени подумать, когда они состарятся. Так проходят годы в работе, в отдыхе, в развлечениях. И ничего не остается в этой круговерде. А что возьмет человек с собой в дальний-дальний тысячелетний путь, который ему предстоит? Бог дал возможность человеку воздействовать на высшие корни существования своими делами. Маленькое, малюсенькое существо микроскопическое в размерах предселенной. И вдруг он дал ему такую громадную силу. Таким образом, поступки человека могут коренным образом повлиять на мир. Мы с вами можем коренным образом повлиять на мир. Представляете, мы маленькие, мы можем. Но это означает, с другой стороны, то, что мы что можем? Увеличить скверную нечистоту. Поэтому от нас, может быть, именно от каждого из нас, одного из нас, может быть, от вас. Сейчас зависит мир. Если мы вместо этого попробуем добавить в мир немножко духовности, добавить немножко добра, происходит совершенно другая вещь. Авраам, Яков, Исхак, они все почему остались в Торе, почему они везде? Потому что они добавили в этот мир такую вот от себя такую ложку доброты. Или ложку чего-то другого, которая вот посчиталась для основы мира очень важным. Когда на Земле тень немного передвигается, это соответствует наверху передвижению Солнца на огромное расстояние. Вот так и святость Всевышнего. То есть, когда мы привлекаем сверху, вот из божественных миров, какой-то свет, маленький, может, с человеческим поступком. Невероятно это усиление идет наверху. То есть, наши хорошие дела могут перевернуть мир. Мы не просто винтики механизма. Написана интересная вещь. Перед пришествием Машеха будет такая ситуация. Есть еще короткий промежуток времени назад. В доме было, ну сколько, 20 лет, 200 там, вообще не говорю, 50 лет назад. Если в доме было что поесть, то люди были счастливы. Одна хрустальная ваза, это уже зажиточная семья, не говоря о коврах. Но сказал Балшемтов, очень интересную вещь, перед приходом Машеха наступит в мире изобилие. Люди станут богатыми с точки зрения вот этого хрусталя, о котором я говорил. Они привыкнут украшать дома какими-то вещами и не смогут довольствоваться малым. Затем наступят тяжелые времена. В чем они выражаются? Будет нужда и бедность, и мир оскуднеет. Не опустеет, а оскуднеет. То есть, еда будет, но уже вот этого роскошества не будет. Люди, которые, потребности которых возросли безменно, не смогут их удовлетворить. Тогда начнутся страдания перед приходом Машеха. Вам не кажется, что очень-очень похоже на это? Очень похоже на вот этот период, которого ждали в веках. Поэтому нам именно сегодня надо понять, наше влияние на жизнь безмерно. Наше влияние на планету безмерно. Но и отрицательное, и положительное. И так мы находимся действительно в периоде, который называют пятки Машеха. Нам надо думать о том, что каждый из нас может или изменить мир, или привести его к поддержительному, или, не дай бог, к отрицательному результату. Браха, вы от плоха и здоровья.